Дорогие мои ребята, так, вся запись идёт. Ай, я переживаю, мы с вами давно не виделись. Всем привет! Давайте сразу я скажу, ребят, я беременна. Да, блин, я... На самом деле, мне кажется, что я долго так не выходила на связь, потому что я... Не знаю, знаете, хочется сказать и колиться, и вот в таком вот... Недосказанности я как-то пропала. Вот. Ребят, вы теперь знаете мою главную тайну, я беременна. Сегодня мы едим вот эти с вами роллы. Я хотела вкусных роллов. Я заказала самые вкусные роллы, на мой взгляд. Вот эти мне очень интересно попробовать. Это роллы суши. Короче, да, ребят, я беременна. Можете меня поздравлять под этим видео. Беременна я уже не первый месяц. Короче, я уже на седьмом месяце беременности. Да, вы этого не знали. Я это скрывала, кстати. Некоторые мои любимые подписчицы мне писали, что я изменилась, как-то у меня лицо изменилось. Ну, в общем, кто-то догадывался. Давайте попробуем, ладно, и продолжим. Я вообще расскажу немножко сегодня про беременность. Что это такое? В том плане, что наверняка вы знаете, да, что это такое, но что это такое для меня, потому что, во-первых, у меня первая беременность. Я не знаю, знаете, как бы это всегда, как мне кажется, что ты не можешь быть полностью готов на 100% к этому. Это какой-то такой, знаете, как прыжок с высоты. Ты думаешь, ах, ладно, была не была, будем пробовать. Вот. Так, сейчас разваливается немножко, я так попробую. А-а-а. М-м-м-м-м-м. Обалденно. Короче. Вкусно. Вот это реально очень диетически. Думала, что заказать сегодня, что вообще-то меня доставляют. По итогу становилась надежнее. Потому что это очень вкусно. Знаете, говорят, беременным нельзя есть роллы. Ой, имбирь. И вот это васаби. Нельзя есть роллы, потому что можно отравиться рыбой. И вот насчет этих роллов я точно знаю, что я тут, надеюсь, не отравлюсь рыбой. Так. Сейчас давайте всего попробуем. Это такие вот с лососем. Про беременность. Короче, решили мы, что у нас будет ребенок. Именно, ребят, по причине беременности у меня обострилась аллергия. Очень вкусно, клубникой. И мне пришлось отдать кошку именно по причине того, что я беременна. И не могу никакие пить лекарства от аллергии. Поэтому у меня дошло до астмы. В общем, что я вам скажу. Если честно, я всю жизнь этого боялась. Что я буду беременная. Что это так ужасно, мне казалось. Мне казалось, что это ужасно, потому что мне всю жизнь моя мама говорила, что ее роды это самое ужасное, что было с ней в жизни. Ну, то есть она мне всегда как бы делала такую установку, что вот я вас рожала с сестрой. Типа, это было ужасно, это было очень больно. Там, мне никто не помогал. Ну, вот так. И я думаю, что в целом эта установка у многих девочек есть. Что рожать это ужасно страшно. И от этого они особо не задумываются о беременности. Ну, потому что это такая не очень приятная тема. Так, смотрим. Очень красиво, очень вкусно. По итогу, я никогда об этом не думала, что я хочу, потому что мне все время, всю жизнь говорили, что это просто трэш полный, это ужасный и так далее. И даже вот сейчас до последнего мы оттягивали, потому что я, ну, мне казалось, не готова и так далее. Ммм. Ммм. Это столько угря. Обалденный ролл. И вы понимаете, я не изучала никакую дополнительную информацию, ничего. И вот я беременею и начинаю больше об этом читать, узнавать. Читаю книги, где женщины делятся своими, ну, как бы, историями. Акушерки, гинекологи, что рожать это не страшно. Что там, да, какие правильные использовать техники и так далее. Как бы рожать больно и страшно, когда тебя там, не знаю, а на тебя орут, тебя лупят, давай, давай там. Что там, ты там дура, ты плохая, давай быстрей. Но если к тебе используют абсолютно другой подход, думаю, девочки мне сейчас поймут, кто в теме, то это все проходит намного легче. И это не так страшно, как нам, как мне рассказывала мама. Что, знаете, там, типа, я там гнула железные прутья на кровати, потому что мне было так больно. Вот, и я стала общаться с подружками моими, которые прошли, да, уже, у которых уже есть ребенок. И они мне стали говорить, что, в принципе, это, ну, нормально, с нормальным подходом. И сейчас, вообще, мой взгляд на материнство, вообще, там, на беременность, на роды, он, ну, колоссально изменился. И поэтому, если вам говорят, что это ужасно, это просто кошмар, кому-то просто не повезло, кто-то попал к плохим врачам, но есть и женщины, кто рожает, там, и 10, и там, ну, и так далее. То есть, это все естественный процесс, и не нужно к этому относиться, как вот к такому подвигу. Ну, это подвиг, естественно, да, женский, но он, ну, как бы, он выполнимый, он, как бы, это огромная миссия. И надо это рассматривать как миссию. То есть, вот для меня, знаете, была проблема в том, что я не видела в этой миссии, потому что мне никогда никто не говорил, что это такая, ну, как бы, знаете, ну, что женщина может раскрыться вообще через это. Это огромный опыт, который, ну, круто, на самом деле, пережить, когда у тебя появляется ребенок. Это офигенный опыт, который, наверное, ни с чем не сравнится. И вот все молодые родители, когда уже сейчас я забеременела, мы стали над темой разговаривать, я понимаю, как сильно их материнство, родительство изменило. Поэтому это очень круто, если у вас есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться, да, родить ребенка. Короче. Ну, я всю жизнь, знаете, еще как-то, у меня в компании, в моей среде, как будто бы рождение детей было не круто. Ну, я не знаю, знаете, вот это все, я же мать. Ну, вот, какие-то такие шутки. Она уже родила, типа, с ней неинтересно общаться, у нее только пеленки в голове. Я тоже этого, честно, не понимаю. Ну, вот сейчас уже, находясь, вообще думая об этом, да, находясь в этой ситуации, ну, мне кажется, вообще, родительство – это такая тема, в которую нужно погрузиться. Именно не просто, знаете, там, слушать своих бабушек, мам, которые будут просто ошибки друг друга передавать. Нет, тебе нужно читать книги. Тебе нужно понимать, как взаимодействовать с ребенком, как выстраивать быт правильно, да, там, что перегревать нельзя, влажность воздуха и так далее. То есть это все такие нюансы, как одевать. И которые, во-первых, я считаю, каждая женщина должна узнать, можно от своей мамы, да, если она там педиатр и обладает реальными знаниями, но лучше, когда ты просто это откроешь книгу и начнешь читать, и узнавать, как правильно, чтобы не навредить ребенку, понимаете? Короче, когда об этом узнала, там, моя мама, и все стали, как бы, советовать, что делать, что делать, я тебя буду учить. И поэтому, знаете, вот эти вот, когда матерей там недооценивают, говорят, ой, я ж мать и так далее, есть, конечно, разные случаи, но вообще быть хорошим родителем – это огромная работа, которую нужно, мне кажется, ну, типа, ценить или что-то такое, не знаю, но вот у меня просто не было в голове того, что родительство – это классно. У вас такое было вообще восприятие родительства? Вот в период беременности я буквально изменила свои полностью убеждения, какие-то взгляды, я стала много читать литературы, и, ну, я стала понимать, наверное, больше своих родителей, уважать, потому что они меня вырастили, а читая это все, и эту всю информацию, я понимаю, как это сложно на самом деле, и что они, наши родители, очень много для нас сделали, чтобы мы просто выросли, знаете, хотя бы. Поэтому сейчас я думаю так, что это суперкрутой опыт, который может испытать человек, люди меняются от родительства, пересматривают полностью свои взгляды, и, значит, люди, которым вообще все равно, да? Вот. Ну, короче говоря, я за грамотное родительство, чтобы люди читали книжки, чтобы они образовывались, чтобы они не вредили своим детям. Поэтому я сейчас так усиленно читаю, смотрю, как надо, как не надо. Ну, и, конечно, буду прислушиваться к советам бабушек, дедушек, но в меру, так скажем. Чего и вам желаю. Если вам вообще интересна эта тема, пишите в комменты, может быть, вы сейчас беременны, либо у вас уже есть ребенок, просто мне, знаете, понятно, сколько вообще есть такие люди у меня тут. Или нет. Кому это интересно. И про беременность, какие-то, знаете, такие нюансы, я буду рассказывать в своем телеграме, поэтому подписывайтесь. Так вот, что еще, какие у меня, да, там открылись, какие у меня еще открытия с беременностью. Что нужно все изучать самому, в первую очередь. Не нужно к этому положению относиться легкомысленно. Нужно быть подготовленным. Нужно готовиться, да, в процессе беременности. Как раз, мне кажется, вот это время, оно дано для того, чтобы мать, отец, они сформировали какую-то, знаете, базу знаний, что-то будешь делать с ребенком, когда он родится. Посмотрим. Не знаю, как у меня будет получаться. Надеюсь, хорошо. Так. Ребята, мне передать не хочу. Посмотрите, какая красота. Я тут буду снимать. О! Буду снимать. Буду снимать для шортов. Первые три месяца обалденем. Мне вообще было очень плохо. Я пропадала из Ютуба как раз-таки. Потому что я реально, ребят, первые три месяца просто лежала. Мы как раз были в отпуске в Таиланде в этот момент. И у меня начался сильнейший вообще токсикоз. Именно в Таиланде. То есть, знаете, мы туда приехали. У меня несколько дней, у меня было хорошее как бы самочувствие и так далее. Но потом у меня началось просто отвращение, во-первых, к еде тайской. Во-вторых, там было очень жарко. Мне вот от этого было плохо. В общем, мне Таиланд вообще не зашел. И долгое потом время, я когда вспоминала просто о нашем отпуске, о Таиланде, мне начинало мутить. Ну, именно потому что, знаете, там было очень жарко. И мне хотелось в прохладу. Потом мы приехали в Москву. Мне стало чуть лучше, но все равно было лето. И мне хотелось, чтобы наступила зима, чтобы стало попрохладней. Потому что нужен был свежий воздух. То есть, я не могла как будто бы продышаться. И мне жара вообще не заходила. Вот. Поэтому с наступлением осени я просто выдохнула, что наконец-то осень, наконец-то прохлада. И мне стало намного легче. То есть, жара прям совсем мне не зашла. Ну, и с наступлением осени как раз-таки у меня прошел вот этот вот токсикоз. Очень, конечно, обидно. Сейчас бы я с удовольствием, знаете, поехала в Таиланд, покупалась бы в море, позагорала, покушала бы фруктов, том-яма. Но в тот момент мне это вообще было не надо. И вот реально, девочки, кто сейчас, может быть, находится в положении начальной сроки, вы планируете отпуск. Ну, на самом деле, я думала, что у меня не будет вообще никакого токсикоза. У меня он был очень достаточно такой сильный. Поэтому лучше его переждать, этот период. И уже поехать после, на четвертом, пятом месяце, когда вы будете себя чувствовать очень хорошо. И как бы у вас будет прилив сил вот после такого периода. Я думала реально, что у меня никакого токсикоза не будет, что все будет нормально. И меня так накрыло. Короче, я благодарна вообще своему мужу. Моего мужа, кстати, зовут Саша. Я ему очень благодарна, что он меня терпел все это время. Знаете, то есть мы были в Таиланде, и я хотела пельменей. Я хотела котлет с картошкой. Ну, то есть я только это могла есть. Я не могла есть тайскую еду. Я на завтрак ела просто там хлеб с сыром и с чаем. Все, я больше не могла ничего есть. А вы знаете, в Таиланде очень сложно с европейской едой. То есть она там есть, но она там тоже не очень есть. Русские рестораны, они тоже все не очень. В общем, мой муж реально молодец, потому что он со мной ходил по этим русским ресторанам, ел там эти котлеты в Таиланде. Ну, в общем, вот так. Немножко я ему испортила отдых, конечно. Но в целом, в целом, все было нормально. Все было нормально, терпимо, выносимо. Как бы... Но когда вот я помню, что знаете, в последний день, когда мы должны были уезжать, мне вообще так бы стало плохо, что я буквально... Я помню, что я говорю, все, я останусь лежать на шезлонге, в тенечке, потому что я не могу никуда ходить, потому что там у меня солнце, у меня тошнит, там, в общем, было вот так. В общем, так мы съездили в Таиланд. У меня на самом деле столько материала снято, для того, я думала, что я буду выкладывать в влоги, и я просто боюсь начинать их монтировать, я не знаю, как их озвучивать. Короче, это очень сложно, ребят, ладно. Так, давайте с вами попробуем еще один ролл. Вот этот, да? Ох, ребят, наедаюсь я, наедаюсь я. Пробуем. Течение свежее. Вот это к этому лососю нет вообще никаких претензий. Поэтому, девочки, пишите, кому вообще интересна тема материнства, какие книжки почитать, тоже пишите, я вам могу подсказать. Я, на самом деле, знаете, доктор такой есть, Комаровский. Я к нему относилась, ну, так, что, как будто бы мне казалось, что он немножко, как доктор Малахов. Девочки, но нет, он офигенный. Я все его книжки, мне кажется, уже переслушала. Он офигенный, он классный. Он очень простым языком рассказывает сложные вещи. Про уход, про вот все, 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 вот что, что самое важное, он все рассказывает. Вот к нему я прислушиваюсь, кстати говоря. Так, еще вот этот. Тут я, так, это лосось, клубника, икра, блин, вот это очень тоже вкусно. Это опальный лосось. Я опальный лосось не очень люблю, но здесь. мягкий авокадо. Я тебе даже не буду ничего говорить. Вкусно. клубника. Что еще рассказать? Ну, короче, именно поэтому, что у меня такое вот положение, я немножко, типа, я не говорю, я не договариваю, и мне вот, знаете, как-то я не совсем открыта, и поэтому я так замолчала сейчас на долгое время. Даже в телеграме обычно я там пощу кружочки, тут же я такая сдулась. Ну, правда, когда не договариваешь, тяжеловато. Я не люблю, я люблю быть открытой. И вообще, как бы многие говорят, ну, или, там, знаете, у всех куча предрассудков, что не надо это говорить. Почему не надо? Знаете, есть там куча людей, которые делятся своими счастливыми какими-то моментами, и все у них нормально. Конечно, есть случай там, у Ольги Бузовой, да, там, счастье любит тишину. Но я не думаю, что именно то, что Бузова делилась своей историей любви, сыграло какую-то там роль. Да? Нет. Там сыграло роль, что просто она задолбала там своего этого мужика, и все. Короче, вы поняли, ребят. Не загоняйте, не заморачивайте себе голову всякой вот этой вот фигней. ой. Я вот, видите, как долго молчала, именно потому что ну тоже как-то боишься. еще, знаете, не нужно время, чтобы привыкнуть к этому статусу и положению. все-таки это ну как бы это большие изменения в жизни. И тем более для меня, для такого человека, который вообще, когда я заявляла, что вот, я там child free и так далее. Ну, сейчас, конечно, я уж думаю немножко по-другому. Я уважаю, конечно, выбор всех людей. Кто-то там перерастет это, кто-то в своих убеждениях там тверд. Но для меня я понимаю, что, наверное, с детьми круче, веселее. Я очень люблю животных. Да, там я там у меня Чарлик, я к нему там очень отношусь. Вообще, знаете, как просто у меня он мой сыночек. Поэтому я думаю, что с детьми мне вообще будет круто. Есть разные люди, знаете, и кому-то просто не хочется этого. Кому-то и животных не хочется заводить, да, там, с ними тискаться. Я, наоборот, получаю от этого огромное удовольствие. Реально огромное удовольствие. И я думаю, что материнство мне тоже будет доставлять огромное удовольствие. Ну, именно по моему, знаете, строению именно, как личности. Но есть, опять же, разные люди. Есть те, кого там раздражают собственные дети и так далее. Я не знаю, понимаете, я просто предполагаю. Я предполагаю, как, как, да. То есть узнаем все на практике. Буду с вами делиться, как и что на самом деле. Блин, наелась я. Давайте вот это еще съем. Какой-нибудь такой вот вот это вот. вот это съем. Просто вкусно, конечно. Вкусно. Я хочу еще десерт попробовать. Не хочу объедаться. Кстати, за вот это время, у меня сейчас уже семь с небольшим месяцев, я набрала девять килограмм пока что. В принципе, я не была худышкой. И кто-то набирает больше, кто-то меньше. Но, знаете, я стараюсь все-таки не объедаться. И вообще с беременностью стало меньше есть, мне кажется. по крайней мере, шоколада. Мне уже не хочется. Вы видите, что у меня нет сладких мукбангов, потому что у меня нет такой потребности в сладком. Не знаю, почему-то она пропала. Пол, кстати, ребенка. Ребят, ну, слушайте, не все сразу. Озвучу, озвучу дальше. Вот, но заходите, кстати, в телеграм, вот реально в телеграме я все расскажу. спрашивайте, если будут какие-то вопросики, тоже там под, ой, под кружочком пишите. Тоже вам буду отвечать, записывать ответ какие-то, если кому-то что-то интересно про детей. Вот. Ну что, давайте попробуем десерт. Попробуем десерт. Это называется ананас в шоколаде, ребятки. Ананас в шоколаде. Ммм. Прикольно. Угу. Вкусно. Шоколад обалденный. Ммм. Блин, роллы. Кайф. Вот это уж вкусно очень. Ммм. У меня вообще уже тот период, когда нужно определиться с роддомом. Я уже более-менее определилась. Это тоже, конечно, очень важно. Поэтому, девчонки, самое, знаете, что плохое, когда тебя наскоро везут в любой роддом, который там свободен. Вот тут могут быть именно плохой опыт ну вот этого, да, всего процесса. Лучше узнать, какие врачи есть в ваших больницах. Договориться с врачом. Возможно, заплатить какие-то деньги. Но мне понравилось, знаете, такое видео, я смотрела недавно. Типа, что люди делают свадьбу, там, вкладывают 500 тысяч, миллион, там, я не знаю, ну там, 300 тысяч в эти свадьбы. По факту, ну, свадьба и свадьба, да, там все набухались и, как бы, подрались и разошлись. Но при этом в рождение нового человека люди часто не вкладывают деньги, ну, предпочитают сэкономить, да, там, уехать просто поскоро в любой роддом. Блин, ребята, у меня закончилась память. В общем, быстро. Но по факту вот этот процесс, он очень важен. Поэтому не экономьте, узнайте, какие у вас есть врачи, найдите врача и договоритесь с врачом, и чтобы вы не просто ехали, а бы к кому, потому что это, правда, супер важно. Это процедура, которая очень серьезная. Вот, поэтому просто ждать, что, ай, ладно, там, куда попаду, нет, так лучше не делать. Вот, ребят, все, короче, у меня заканчивается память. Я сейчас ем еще один такой ананасик. Я вас люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что вы со мной подписываетесь, пожалуйста, на канал, подписывайтесь на все мои соцсети, обязательно в Телеграм. И все. Я вам призналась, все, теперь мне нечего скрывать, буду с вами чаще видеться. Всем пока.